Колесо обозрения вместо десятков деревьев, парковой зоны и место отдыха для горожан. Нужно ли? Идея установки каруселя в центре парка исходит от местных властей. Вот только горожане в большинстве своем против. Но останавливает ли чиновников глаз народа, тем более, когда проект обещает быть многомиллионным? Кому и для чего нужно колесо в центре парка, узнавала Патимат Ханапова. Два года назад мы отстояли вот эту территорию. На вот этой всей территории собирались вырубаться около 60 деревьев и ставить музей, который стоит возле центральной мечети. Вот благодаря тому, что мы активисты тогда собрались и не дали этому событию состояться, здесь сейчас у нас деревья растут, здесь сейчас у нас парк. Только сумели отстоять и снова битва за парк. Попытка реализации инвест-проектов на территории парка Ленинского комсомола у неравнодушных граждан вызывает волнение. Очередное волнение. Помнится, при Рамазане Абдулатипове здесь хотели возвести здание музея «Россия – моя история». Не дали, народ возмутился. Однако власть новая, как оказалось, власти старой фантазии ничуть не уступает. Нам нужно колесо обозрения, решили чиновники, и пошло-поехало. Эти парки существовали со времен еще СССР, но тогда у нас был город несколько иной. Сейчас за лет 20 город вырос, причем существенно. Мы уже добрались до миллионника по размерам своим. А парки, они у нас новые не появились. А наоборот, те старые, они уменьшались. То есть, причем достаточно сильно уменьшались. И сейчас какие-либо проекты делать в отношении вообще этих островков, парков, которые остались, мы считаем недопустимым. То есть, те проекты, которые приведут к вырубке деревьев, они недопустимы. Мы уже не можем себе позволить так эксплуатировать парки, делать вот в этом оставшемся маленьком парке большой аттракцион уже невозможно. Строительство аттракциона властями уже утверждено, но о самом проекте все еще известно мало, что. Ровным счетом, как и о инвесторе, некая компания «Панорама», зарегистрированная в Татарстане с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Есть, оказывается, уже даже фирма, которая зарегистрирована в Казани 29 мая 2018 года, у которой не было еще ни одного объема. Они еще нигде себя не проявили, и им отдают очень такой лакомый кусочек в Махачкале под строительство чертового колеса. Ну, очень такой вот подозрительной фирмы. Я не знаю, откуда она взялась, никто ее не знает. Не раскрывает карты администрации столицы и по бизнес-плану. Многое все еще под завесой тайны. Как будет выглядеть территория после установки колеса? Будет ли вырубка деревьев? Появятся ли на месте коммерческие объекты? К сожалению, ответов на эти вопросы ни активисты, ни мы, журналисты, все еще не получили. У меня такой подозрительный проявляется, что, скорее всего, это не колесо, оно экономически окупать себя, оно не окупит само по себе. Если говорят, что стоимость от 100 миллионов рублей, это как надо ее загрузить людьми, чтобы окупить эти 100 миллионов. Скорее всего, это просто интерес площадки в самой земле. Это 7 тысяч квадратных метров, чуть больше 7 тысяч. Теоретически, со временем, это даст возможность выкупить, оформить эту землю на себя, инвесторов, в парке. Формально, с точки зрения закона, как он построит колесо обозрения, он вправе будет эту землю оформить в собственность. 7 тысяч квадратных метров в центре города. Это шикарно. Так считает и Марат Асланов. Депутат Народного собрания Дагестана на очередной сессии поставил под сомнение надежность инвесторов, привлекаемых в регион. По его мнению, под видом вложения капитала многие предприниматели преследуют корыстные цели. Мы считаем, что любой такой проект необходимо выстоять на широкий круг для обсуждения, для выбора инвесторов из широкого круга интересантов. Не должно быть лоббирования конкретно интересантов, конкретно одной компании. На следующий день уже без каких-либо разрешительных документов, без согласования и получения разрешения на строительство и прочее начали бурить в парке. Вопрос. Ребята, вот точно Россия к нам пришла? В Казани бы или в Петербурге, Москве такого не сделали бы? Важна обратная связь. Зимнение горожан должно быть учтено. Такие громкие слова говорили представители власти во время общественных слушаний. Поэтому мы решили выйти на улицы города и узнать, что же на самом деле нужно жителям столицы – деревья или аттракционы. Аттракционы можно в других местах устраивать и делать. А то, что есть зеленые насаждения, вот это, там же обязательно должны, наверное, несколько деревьев срубить в первую очередь. Это не одно и не две десятки. Вот этому я против. За деревья, конечно. Почему? Потому что деревья, пусть побольше деревьев сажают, зелень, не дышать же надо нам чем-нибудь. Я не против, чтобы оно было, потому что раньше тоже оно было и все активно пользовались. Но сейчас может, там просто пустырь. Пусть что-то сделают для горожан. Чёртово колесо у нас имеется в парке на редукторном посёлке. И мне кажется, что нет смысла возводить ещё один. Тем более, что он огромных размеров, как нам сказали. И чтобы вырубали деревья ради непонятно чего, я против категорически. Неизвестна площадь. Если бы была бы известна площадь, можно было бы, конечно, сделать так. Половину здесь сделать зелёную зону, а половину аттракционную. Но чтобы это было под эгигой администрации города Махачкалы. Аттракционных, конечно, молодёжи нужно детям. А зелёной зоны, по-моему, там достаточно. Я предпочитаю, да, зелень. Люблю сам зелень, чтобы была вода кругом. Экология, как бы, прежде всего. Кто-то допускает строительство аттракционов, кто-то категорически нет. Но важно одно – все единогласно против вырубки деревьев ради развлекательных зон. Однако активисты движения «Город наш» не ищут компромиссных вариантов. Они уверены, что смогут отстоять парк и на этот раз. Внесли изменения в правила застройки города, которые позволили в зелёных зонах создавать такие виды, разрешённые использованием, как развлечения. То есть позволяли в этих зелёных зонах строить развлекательные объекты. И вот в связи с этим, кстати, у нас было и связано наше последнее достижение. Мы отменили через Верховный суд, это было 26 марта, если я не ошибаюсь. Верховный суд принял решение отменить изменение правил застройки города. И сейчас, по идее, мы ждём вступления в силу решения суда. После того, как оно вступит, все развлечения в парках будут невозможны. И после того, как оно вступит в силу решения суда, мы обратимся с новым иском, по которому мы потребуем признать незаконным постановление мэра недавно, которым он утвердил после публичного слушания и сказал, что всё, теперь здесь может быть развлечение. Аттракцион планируют возвести здесь, на семьях. Это огромная территория. Большое сомнение у общественников и у жителей вызывает вопрос, ограничится ли всё на этом. Не появится ли потом, где-то рядом, торговый ларёк, чуть позже прокат сегвеев и гироскутеров и всё тому подобное. Поэтому защитники парка считают, что легче не доверять никому и вовсе не разрешить строительство. Но если всё же, вопреки мнению масс, власти Дагестана решат построить аттракцион, то будем надеяться, что колесо обозрения не станет колесом народного презрения. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24.